приветствую всех мы продолжаем работать над анимацией снежинок в unity и мы продолжим работать над тем проектом которые начали делать в первом уроке запустив его из unity hub я решила начать с нуля и так я запускаю unity hub здесь мой созданный проект называется снова и просто чтобы его открыть я кликаю левой кнопочкой мыши по его наименованию запускается unity открывается проект и так вот мой проект у нас была сцена сэмпл сын но я решила ее оставить в том виде в котором мы закончили нашу работу в первом уроке напомню в первом уроке мы узнали что такое спрайты как их добавить проект как их создать вот у нас есть папочка спрайт и снежинки также мы анимировали наши спрайты с помощью окна animation и у нас было своеобразное домашнее задание сделать так чтобы были анимированы все остальные снежинки мы рассмотрели пример только одной и для того чтобы дальше было проще или к нам могли присоединиться те кто не хочет по каким-то причинам или не получилось выполнить первый урок я сделала специальный файл unity package в котором есть новая сцена for part 2 с которой мы собственно и начнем как я сделала эту сцену я сделала файл сэйв с и сохранила сцену в папочке сэнс с новым именем я сейчас этого делать не буду потому что у меня уже есть такая сцена пересохраненная мне не нужен дубль и в той сцене я уже добавила анимацию поэтому вот эту сцену я просто двойным кликом из папки сэнс открываю вот она открылась написано for part 100 и теперь мы можем запустить проект посмотреть каким образом я анимировала снежинки на за нажимаю play автоматически у нас активируется окно game и вот падают 4 спрайта 4 снежинки которые я анимировала наверняка у многих из вас получилось немножко иначе и сейчас мы разберемся что получается не так либо что можно сделать лучше итак смотрим в окне animation в принципе можно протестировать анимацию каждого спрайта если допустим вы знакомитесь с каким-либо проектом вот первую снежинку мы анимировали уроки вторую я уже анимировала сама соответственно третью и четвертую тоже и в чем разница анимации каждого из этих спрайтов разница заключается в том что я сделала так чтобы у нас было псевдо случайное появление наших снежинок вот еще раз запущу вот они в разные последовательности немножко падают потом разбежка становится еще больше хотя все равно очень большое единообразие и большое такое расстояние между началом и окончанием анимации получается что у нас какое-то время пустой синий экран но если снег не сильный да такое возможно но все равно это как-то неестественно благодаря чему мои снежинки падают в разные последовательности благодаря тому что когда я создавала анимацию я на нулевом кадре задавала координаты каждого из объектов разные то есть для если я сейчас нажму запись то я увижу что на нулевом кадре для первой снежинки у меня координата y 8,2 вот можно это увидеть здесь в этом окне если я перейду посмотрю как у меня анимирована вторая снежинка то она начинает свое движение с другой немножко координаты сверху если мы посмотрим на четвертую снежинку то она начинает двигаться с точки еще выше ну и наконец еще одна снежинка которая тоже верхняя координата другая я думаю что вы догадываетесь что мы можем аналогичным образом посмотреть какая у нас координата в крайнем нижнем положении здесь допустим минус 6,8 здесь у нас получилось минус 8,9 и так далее то есть получается что каждая снежинка проходит разное расстояние начинает свой путь из разных точек и заканчивая тоже разных точках за за счет этого получается такое как бы псевдо случайное движение кроме того возможно кто-то заметил я время окончания тоже сделала разным допустим здесь у меня последние кадры на значении 2 там 50 с чем-то до 270 здесь мы заканчиваем в 320 на 1 мы заканчивали в 3 секунды то есть ну совершенно разное время тоже они немножко с разной скоростью двигаются за счет этого получается такое как бы случайное движение что дальше очевидно что снежинок маловато и понятно что можно сделать дубли этих же самых спрайтов и мы сейчас попробуем это сделать каким образом делать дубли спрайтов ну первый способ наверное даже не знаю более или менее очевидный это поставить еще один спрайт на сцену добавить еще одну снежинку и и анимировать но это не совсем рационально потому что придется делать такое количество снежинок какое мы хотим в принципе это возможно и в некоторых случаях так возможно даже имеет смысл делать но мы постараемся сэкономить наше время потому что понятно раз мы добавили на сцену еще один спрайт нам нужно ему создавать опять анимацию и это очень большая работа ручная мы не будем этого делать я удаляю нажимаю на клавишу длит на клавиатуре удаляю этот спрайт я буду основываться на тех спрайтах которые уже есть я сделаю дубль например вот этого спрайта который у меня уже анимирован чтобы дублировать я могу нажать правую кнопку мыши на объекте и выбрать пункт дабл либо есть комбинация клавиш control д нажимаем control и d и таким образом продублируем но сейчас допустим вот я эту снежинку продублировала я ее смещу относительно 1 давайте немножко приблизимся и что мы будем ожидать на сцене будем ожидать на сцене что у нас рядом будут падать две снежинки давайте проверим будет у нас так или нет я вижу что вторая снежинка не появилась что произошло давайте для наглядности возможно кто-то тоже пробовал и не мог понять в чем дело сделаем следующую вещь я окно game размещу под огном сцены чтобы видеть что происходит на сцене и одновременно что происходит в окне игры в окне game сделаю я вот так вот сюда вкладочкой сделаю потому что так будет удобнее пока как мне кажется вот у нас два этих спрайта две снежинки мы их здесь на сцене видим и видим здесь в окне game но когда я нажимаю play давайте немножечко сделаю крупнее нажимаю play смотрим внимательно что происходит в окне сцены потому что в окне game нам очень сложно это отследить произошло то что две снежинки слились в одну с чем это связано это связано с тем что оказывается когда мы делали анимацию неважно это дубль у нас или не дубль вот давайте теперь выберем ту которую мы продублировали если мы нажмем play смотрите что происходит у нас происходит анимация под точно тем же координатам которые мы задавали для нашего исходного спрайта и с этим ничего не поделаешь потому что так устроена анимация она так работает во всех программах это не баг unity ни в коем случае а всего лишь законы анимации когда мы делали анимацию мы меняли координаты объекта и даже если мы сделали его копию его координаты глобальные при этом в анимации те же самые как преодолеть эту проблему на самом деле это делается очень просто в unity есть такое понятие как пустой объект или empty object и мы можем отсчитывать координаты нашего спрайта не от мировых то есть не на сцене а от родительского объекта от этого пустого объекта но от слов к делу делаем следующую вещь я создаю сейчас нажимаю правую кнопочку мыши в окне иерархии пустой объект create empty для того чтобы было понятнее видно где он находится мы сейчас добавим ему иконку потому что смотрите если я убираю выделение вот я этого объекта уже не вижу чтобы его видеть мы дадим ему маленькую иконочку вон она видна небольшая такая точечка чтобы вы так сместить я зажимаю колесико мыши держу его нажатым и двигаю и допустим я хочу чтобы моя снежинка начинала свой путь но где-нибудь отсюда и теперь вот эту снежинку я делаю дочерней от вот этого пустого объекта то есть делаю ее зависимой каким образом я зажимаю левую кнопочку мыши на объекте и тащу вот так на этот объект и смотрите теперь снежинка она внутри вот этого объекта и я могу даже так вот свернуть но чтобы здесь уже координаты были корректными я сделаю их нулевыми чтобы это сделать я могу просто в окошках поставить 0 0 0 либо нажать правую кнопочку мыши на трансформ и выбрать reset то есть вот у меня снежинка совпала с координатами вот этого объекта давайте сейчас посмотрим что у нас получится когда мы запустим на проигрывание вот такой уже проект нажимаем play и видим что наша снежинка 2 перемещается вот уже вон там в другой части к сожалению здесь есть некоторые нюансы связанные с тем что координаты отсчитываются как бы все равно относительно чего-то и поэтому в режиме play мы можем попробовать переместить вот этот объект туда куда нам нужно то есть чтобы сейчас не переделывать анимацию мы просто переместим наш вот этот пустой объект немножко правее к примеру вот так и тогда будут координаты отсчитываться от этой точки но немножко со смещением поскольку . 0 0 0 у нас примерно вот здесь и все считалось от точки 0 0 0 0 ну вот уже снежинка рядом но наверняка самые внимательные заметили что у нас возникла одна проблема когда мы нажимаем play в окне сцены до снежинки все у нас 5 а в окне грим всего 4 давайте еще раз посмотрим на это дело вот у нас все равно 4 снежинки и 5 снежинки в окне game нет в чем проблема давайте исправим эту проблему мне пришлось немножко поискать в чем дело сейчас я поясню что с произошло но прежде чем мы продолжим давайте не забывать сохранять сцену вот у меня сцена не сохранена поэтому я нажимаю файл сейф либо комбинацию клавиш control s проблема заключается в том что когда мы создавали пустой объект я немножечко приближала и удаляла сцену к себе крутя колесико мыши и при создании пустого объекта unity волшебным образом хотя не совсем конечно волшебным но задает координаты пустого объекта на сцене достаточно произвольно и оказалось так что координата нашего пустого объекта z это глубина отдаленность по сути от камеры оказалось минус 17 и с такой координатой давайте сравним у камеры z минус 10 получается так что этот пустой объект он за камерой за областью видимости камеры и соответственно камера не видит его книга им не отображает поэтому мы этому пустому объекту зададим координату z равную нулю вот теперь наша снежинка появилась в окне game и мы можем нажать play и посмотреть что все таки у нас будет 5 снежинок вот у нас падает 5 снежинок ну и можно сделать так чтобы эта снежинка начинала падать немножко выше немного позже соответственно можно еще немножечко правее сейчас посмотрим и вот у нас уже больше разнообразие больше снежинок и больше разнообразия сохраняем сцену еще раз повторяю не забываем и еще есть один нюанс вот у нас этот объект пустой объект у него есть идентификатор game object автоматически unity предлагает такой идентификатор это не очень хорошо потому что когда мы создаем еще один пустой объект у нас будет game object 1 и так далее то есть много объектов примерно с одинаковыми именами ни о чем не говорящими поэтому давайте мы зададим идентификатор к примеру это у меня . от которой начинается анимация какой-то снежинки снежинка допустим у меня один я создала еще один пустой объект для того чтобы еще раз показать как мы можем сделать еще одну снежинку итак я создала пустой объект сразу даю ей идентификатор ну и допустим я буду основывать теперь на снежинке 2 сделаю дубль снежинки 2 вот продублирую сноуфлейк 2 сделаю ее дочерней от этого объекта обнулю координаты чтобы здесь были 0 0 0 делаем reset вот они совпали и учитывая проблему вот в окне game у нас не появилась еще одна снежинка поэтому я здесь напишу 0 вот появилась еще одна снежинка сейчас мы можем попробовать все приподнять нажмем play посмотрим где она будет действительно падать вот они как-то у меня слились давайте я попробую ее сдвинуть правее вот сейчас у меня более разнообразно снегопад но кто-то видит замечает что вот у меня новые снежинки они немножечко как бы пропадают уже в зоне видимости камеры эту проблему тоже имеет смысл решать но это мы сделаем в следующей части нашего урока сейчас я желаю вам успехов сделайте дубли повторите как можно делать снежинку дочерней от данного объекта и у вас снежок будет уже получше заранее скажу что да это не совсем корректно и в следующей части мы делаем более более корректную анимацию в которой у нас не будет вот такого вот отскока от координат то есть мы сделаем анимацию не зависящую от того где у нас справа или слева будет появляться наша снежинка не забываем сохранять сцену успехов и до встречи в следующем уроке